Дорогие ветераны, дорогие южненцы, мне сегодня очень приятно поздравить вас с 76-й годовщиной победы Великой Отечественной войны. Сейчас мы стоим на священной земле, пролитой кровью тысячи десантников черноморского десанта, которые вот здесь, вблизи сегодня Одесского припортового завода, в 41-м году высадились, чтобы избавить город-герой Одессу от вражеских обстрелов. Они все погибли, но сегодня, как память, стоит этот прекрасный памятник и красавец Одесский припортовый завод, которым гордится страна. Рядом не менее красивый морской торговый порт Южный и много объектов. Сегодня приятно вспомнить всех тех ветеранов войны, участников боевых действий, которые пришли в далеком 73-74 году с тем, чтобы в степи под Одессой воздвигнуть Одесский припортовый завод и порт Южный. На завод пришло 171 человек, из них первый директор Анатолий Васильевич Скориченко. Это по его инициативе построен потом и город Южный, и он много сделал для того, чтобы Одесский припортовый завод, его коллектив, специалисты со всего Союза приехали сюда и действительно построили завод, которым мы гордимся. На сегодня надо в первую очередь сказать о ветеранах войны. Так вот, ветераны войны сделал важное, самое, может быть, нужное и необходимое человечеству, завоевал мир с жертвами сотен, десятков тысяч, если не сказать, десятков миллионов жизней с тем, чтобы избавить нашу страну, страны Европы от фашизма. Сегодня мы возлагаем венки, дань особого уважения к этим людям. И, конечно же, мы никогда не забывали тех, кто пришел с войны, отстраивал города, села и строил промышленность, которой мы сегодня гордимся. Мы всегда находили возможность помочь им, уделяли внимание. Сегодня мы уделяем вдовам, потому что все меньше и меньше, а на заводе практически уже нет участников боевых действий. Но все равно, вот этот дань уважения, который мы делаем сегодня с представителями коллектива детского припортов завода, это осознанно, это понятно, это должно быть всегда. Мы всегда, мы обязаны это делать и передавать это детям, внукам, эти красивые традиции по чествованию тех, кто сегодня не с нами. Вечная память о погибших в Великой войне. И особое внимание, и очередные поздравления, и мои самые теплые поздравления тем, кто сегодня есть, кто жив, живет. И мы с удовольствием выйдем 9 мая, чтобы еще раз почествовать вас, дорогие наши ветераны. Мира вам, здоровья, как никогда я желаю. Вы нам очень нужны, как пример беззаветной преданности нашей Родине. Спасибо вам.